Приветствую вас. Условно говоря, ком в горле, который вы чувствуете, который вы ощущаете, это некое сопротивление. Это некое сопротивление, связанное с невозможностью для вас эти эмоции и чувства выращать. Связано это в тем, что вы себе это запрещаете. Преполагается, что если вы их выразите себе, ну предполагает, что вы позволите себе их выращать, то в плане будет что-то, ну как минимум, плохое, что-то как минимум не очень хорошее, что-то как минимум негативное. Вот и вполне вероятно какие-то вот, последствия у этого будут. То есть какие именно последствия вы, скорее всего, не знаете, потому что, ну, опять же, как мне кажется, вы этого не знаете. То есть вы можете бояться, да, вы можете бояться, ну, достаточно сильно, в принципе, но, скорее всего, вы не знаете, какие последствия будут с того, что вы, например, вы видите свои чувства, что вы просто, ну, позволите своим чувствам быть. Вот, вы привыкли их зажимать, и вы не просто так что делаете, вы не просто так свои чувства зажимаете. Очевидно, что для этого есть какой-то, ну, для этого есть какой-то мотив. То есть очевидно, что для этого есть, ну, условно говоря, какая-то мотивация есть для этого. Вот. И, соответственно, нужно вам понять для себя, что вам движет, когда вы пытаетесь свои эмоции сдерживать, да. То есть что, грубо говоря, может произойти, да, там, что может, что может случиться, если вы выразите свои, свои чувства, да. Ну, просто, вот, что может случиться? Что может произойти? Что будет такого страшного? Да, вот. Это, ну, как мне кажется, это достаточно важный момент, достаточно важный момент, чтобы вы себе, условно говоря, в этом старались отдавать отчет. Вам необходимо учиться на это напряжение, на это сопротивление идти, на этот Goal Goal идти, и, соответственно, я думаю, что вы сможете его пройти со временем, безусловно. Также Goal Goal – это в известной степени про обиды, это очень очень-очень сильно про обиды, про ваши обиды, в том числе. То есть вот именно Goal Goal – это именно ваши накопленные обиды, накопленные со временем, накопленные в течение вашей жизни. И то, что вы себе не позволяли так или иначе, скорее всего, выражать. Вот. Соответственно, есть некий запрет, есть некий запрет на выражение этих обид и, соответственно, какие-то страхи того, что если вы эти обиды выразите, да, то там, ну, грубо говоря, с вами будет что-то не очень хорошее. Это мягко говоря. Вот. Ну, а скорее всего, скорее всего, вам, ну, вам будет очень плохо, и это то, чего вы боитесь. Вот. Только вот здесь момент в том, что вы не знаете конкретно, чего вы боитесь. То есть вы даже не знаете, что будет. Ну, я думаю, скорее всего, если я проявлю себя, да, если я там позволю себе чувства, то, соответственно, я буду, там, ну, 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 например, 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 я буду слабый, например, я буду уязвимый, например, эм, со мной, там, ну, может что-то произойти. Вот. Вот. Так вот. Такое. Негативное достаточно. Достаточно. Вот. И, соответственно, соответственно, вот где-то в этом направлении и есть ваши страхи, которые лежат в основе вот этого самого блока, который вам не позволяет как раз таки выращивать чувства своего, ну, своего, своего партнера, как у мужчины. Вот. Я думаю, что, если, эм, как следует с этим поработать, то, то, вот, у вас, э, все будет, э, парать. Ну то есть я думаю, что если вы пойдете туда вот в это сопротивление, если вы позволите себе это сопротивление чувствовать, если вы поймете, что оно такое, что из себя представляет, то вполне вероятно, что проблему вы сможете для себя решить. А постепенно главное, что это постепенно, то есть это не что-то такое, что случится сразу. То есть чувство, это история такая достаточно деликатная и не нужно здесь рваться с собой жив и пытаться добиться чего-то. Ну быстро, да, тут лучше не спешить, тут лучше не торопиться, тут лучше как-то вот предельно, деликатно подходить к этому вопросу. Тут как мне кажется, опять же, вот-вот. А вот такой ответ я мог бы вам дать с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Вот, и могу сказать, что самый первый коллега, который вам ответил, да, вот, он сказал, что... Вам нужно поработать с психологом медиа, правда, потому что самостоятельно вы с этим механизмом защиты не справитесь, он вам... Ну, он просто вас справляет и всё. То есть вы, скорее всего, его, вот, как-то, ну, даже, даже не замечаете. Вот, к сожалению. Ну, к сожалению, вы его просто не видите. Вот, у вас этот ком, вот он, вот ком, да, ком в горле, всё. А, там, условно говоря, что этот ком может значиться, да, что этот ком себя представляет. Вот, вот это вы, на это вы не привыкли просто обращать внимание, вот. Не обязательно, как-бы, как-бы, да, что вы, ну, грубо говоря, должны это делать. Ну, это не обязательно. Но, если вы хотите научиться, если вы хотите научиться, как-бы, вот, рассказывать свои чувства, то их себе нужно разрешить. Для этого необходимо признать тот факт, что вы, вы можете испытывать какие-то чувства, ну, вообще, вообще, в принципе, в принципе. Это может быть гнеб, это может быть злость, это может быть обидеть, это может быть ненависть, это может быть агрессия, это может быть всё, что угодно, любое чувство. Вот, а вы себе запрещают, условно говоря, там, ну, подразделяя чувства на, ну, что здесь, какие-то, хорошие, в кавычках, чувства, а есть какие-то плохие, в кавычках, чувства. Хотя, на самом деле, чувства не бывает хорошим или плохим, они просто, вот, они есть, какие они есть, то что. Ну, ну, вы так считаете. И это вас, ну, как-бы разрушает, условно говоря. Это нормально, потому что не разрушаться в данном случае, это не может, к сожалению, опять же. Вот, поэтому, поэтому, да, проблема существует, её нужно решать. И вот, она, эта проблема решается, вместе с психологом, на котором у вас, значит, ну, так или иначе возникает определенный перенос, что позволяет вам, значит, ну, как-то таки начать, там, отреагировать, то что раньше вы, там, грубо говоря, не могли отреагировать. Вот, да, начать выражать то, что раньше вы не выражали никогда. Ну, боялись, не боялись, не вас, в принципе. Вот, такой момент, такой момент, вот здесь. То есть, то, что вы будете бояться, это факт, очевидно. То есть, ну, то, что вы будете опасаться, то, что вы будете, как-то вот, стараться, условно говоря, этого избежать. Это совершенно, очевидно. Вот, другой вопрос, ну, другой вопрос, что с этим можно сделать, и можно ли с этим что-то делать вообще. Вот, и, ну, на мой взгляд, более чем, может, вот. Было бы желание у вас, в принципе. Ну, а, в принципе, я думаю, на этом можно мой ответ, эм, закончить. Вот, я надеюсь, что вам это было полезно. Я надеюсь, что вы для себя какие-то выводы определённые сделали или сделали, или сделали, или сделали, или сделаете. Вот, я надеюсь, что вам это будет, что вам было интересно, полезно. Вот, я хочу пожелать вам удачи, я хочу пожелать вам успехов, я хочу пожелать вам поскорее найти специалиста, который, который будет у вас вызывать доверие, и которым вы начнете пролабатывать и идти в сторону, вот, того, что сейчас вы так боитесь от своих чувств и эмоций. Ну, а я буду ждать от вас обратных связи, вот, я буду ждать от вас мыслей по поводу того, что я сказал, и будем надеяться, что ситуация ваша разрешится. По итогу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...